Приветствую вас. Давайте мы разберём ваш вопрос, который вы задаёте. А вот вы боитесь. А почему вам страшно, что вот он есть? То есть, чем для вас это будет плохим? Вообще, если вы чего-то боитесь, то нужно в первую очередь обратить своё внимание на то, что мысль о том, чего вы боитесь, возникает у вас в первую очередь. То есть, это ваша мысль. Ну, так, значит, вероятно, вы чего-то хотите. И если вы чего-то боитесь и вам кажется это плохим, то то, чего вы боитесь, вы себе запрещаете. Под запретом у вас то, чего вы хотите. И дабы найти какой-то компромисс, а вы вот придумываете себе такой образ, вот, что я боюсь кого-то или чего-то. Поэтому нужно в данном случае смотреть на то, как появляется сама ваша идея, самая ваша мысль. И очевидно, что речь идёт о каком-то подавленном чувстве. Очевидно, что речь идёт о чём-то, опять же, что вы себе запрещаете. И вот в этом направлении уже двигаться. Я не думаю, что от чего-то нужно избавляться. Ну, то есть, прямо вот брать и избавляться. Я думаю, что то, что есть, оно нужно. Просто то, чего вы боитесь, это то, что вы переносите во внешний мир. Не присваиваете себе. Не берёте за это ответственность, не признаёте, что это ваше, что это идёт из вас. Понимаете? Конечно, страх, он иногда нужен. Помогает сохранить жизнь, защититься, отстоять что-то. Но это ведь, когда есть угроза прямая. А здесь угрозы прямой нет. И получается, что при отсутствии непосредственной угрозы вам речь идёт о каких-то ваших стремлениях, импульсах. Вот. Это нужно поисследовать и посмотреть, как вы можете выразить это. И кому. И я думаю, что страха будет меньше. Ну, возможно, вы там обнаружите ещё какие-то чувства. Да? Не только привычные вам. Это, опять же, нужно исследовать. На этом всё, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Очищаюсь.